Здравствуйте, товарищи мастера! И, наконец-таки, разбор, разбор персонажей ивента в Бладкей. Что они умеют? У нас это Олива и Данте, и Олива у нас ДД. Но он еще и хилит, поэтому он не отходит никогда от своих истоков. С руки он просто бьет, а вот уже с ульты, естественно, сильная атака. Также пошаговое лечение команды от его атаки. Лечение действует в течение четырех ходов. Также враг получает на 20% больше урона от ульты, но, правда, это работает только со второй звездочки. А в целом неплохой ДД, бьет и хилит, это замечательно. Дальше у нас Данте. Данте у нас саботер, и атакует он в позиции 2, 3, 4, урезая им защиту, это с руки. На ульте он дублирует урон по позициям 2, 3, 4, то есть каждый получает по две тычки. При этом, если вы играете против босса одиночного, этот босс получит х6, то есть 6 тычек в одно лицо. Также он снимает всем врагам защитную стойку. Нашу любимую гвардстоечку с ульты Данте снимает абсолютно всем и каждому. А вот со второй звездочки все враги получают на 14% больше урона и наносят на 14% урона меньше. Но не ходим вокруг да около, бежим скорее проверять, что товарищи умеют. Здесь на этом аккаунте Данте в две звезды, Оливочка в одну звездочку. Но это не помешает нам посмотреть, что они умеют. Олива, естественно, бьет. А вот Данте здесь два врага, поэтому он получает в первого персонажа, в первого врага, две тычки. Собственно, дважды урезая ему защиту не в 2,5%, а в 5%. И во второго он бьет один раз. То есть достаточно интересная и странная механика у тех, кто бьет в позиции 1, 2, 8, 10, 15. Но, в принципе, это можно будет изучить. На ульте Данте, здесь он две звезды, поэтому он режет защиту, режет атаку врагам и атакует, как вы видели, по Х2. В первого врага прилетело вообще 4 тычки. Опять же, повторюсь, как и говорила, если это был бы соло какой-то враг, 6 тычек в лицо с ульты. И вот такой, господи, что происходит? Олива. Оливочка у нас бьет с ульты, также он хилит. Ничего, в принципе, такого. Если бы здесь было две звездочки, тогда враг бы еще огребал сильнее, получал бы больше улюлей от ульт наших союзников. Но здесь, увы, такого не получается. Но если вам выпал, можете прокачать. Теперь касательно играбельности, что ли, данных союзников. Опять же, это мое личное мнение. Я никого не прошу к нему как-то прислушиваться. Просто выскажусь, почему бы и нет. Из данных двух союзников мне больше понравился Данте. Несмотря на то, что он, как бы, непонятно, тычками вот это вот пюхает. Не люблю таких союзников, но конкретно в его случае это здорово. Вот эти вот тычки многократные. Также очень удобно на соло-боссах, где нужно, например, там сделать четыре удара с руки. Он ударит, он сделает это за вас. Также две звездочки даем. Здорово. Он режет защиту, режет атаку врагу. Это вкусно, как по мне. А Лива же здесь некая вариация прошлогоднего-новогоднего Квинси. То есть он вроде бы и бьет, а вроде бы и хилит. И лично, как по мне, вот эти недохиллеры, переатакеры, передамагеры, ну, не очень мне заходят. Я больше по классике, когда вот хил, он есть хил, ДД, он есть ДД. Но ничего против не имею. Вот из этих двух я, как бы, выбираю красноволосого, рыжеволосого Данте. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем хорошей игры, удачных круток и пока-пока.